Чё мы хорошие, а? Вася, ты такой красивый, ты такой красавчик. А Масюся, Масюска, ты такая красивая, ты такая прям, прям такая моделька. И ты тоже такой хороший, красивый. Ой, сейчас, 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 сейчас. А улица тоже так хорошо. Ай, так хорошо. О, идёт, идёт, красавчик. Ой, 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 красивый, красивый, скажи всем привет. Чё, Машка, м? Чё, Асюся? Чё, Машка. И, чё, Машка. И, чё, Машка. Булчонок. А ты кто? Чё, Машка. Смотрю фильмы, смотрю за кошками, а не за мной. Наслаждаюсь. Но настроение такого, не знаю, такого, чтобы было вау, нету. Не знаю, в чём проблема. Может быть, из-за того, что всё-таки у меня ненормальное состояние со мной. Хотите, покажу вам половину немецкого арбуза. Вот такой вот маленький, такой вот малюсенький. Вот такой ножичек небольшой, да? И вот такой вот арбузик. Написано. Дойче Вассернелона. Маленькие-маленькие-маленькие косточки. Ну, это, конечно, не сравнить с арбузом из Средней Азии. Но. Заходила тут рядом близко магазин. Есть. Я быстро-быстро зашла, купила. Ну, таких арбузов таскать я не хочу. Другой возможности нет. Маша, иди поздоровайся. Иди поздоровайся. Скажу всем привет. Снимать не знаю. Что-то на меня сильно, что-то она доверила, накатила. Да? Ой, Маша. Яша, Маша, Вася. Они там на детской площадке. Вот. Кофе. Укрила. Да, Машка? Не знаю, что-то на меня накатила. Хотя я одна. Но я иногда... Сколько один раз я ходила тоже к нам туда-домой. Вот. Потому что... Там тоже у меня котик. Мой муж на работе был. И надо было и туда, и сюда. Ну, с одной стороны, да, мне надо было уйти на... Пару часов туда, потом вернуться. Это всё зелень, тихо, спокойно, никого нету. Так что, скажем, это меня не напрягало сильно. Напрягаю я, наверное, сама себя. С этой, со своей, не знаю, плохим настроением. У меня просто плохое настроение. Мне просто ничего не нравится. Мне всё раздражает. Антипрессанты, да. Если честно признаться, я только выпила сегодня первый раз. Всё думала. Как-то... Можешь подумать. Можешь ещё подождать. Но вот сейчас я была, грубо говоря, одна. Не считая двух красивых этих кошечек. И я всё равно не на своём месте. Мне плохо. Мне всё раздражает. И у меня плохие мысли. Я всегда мечтаю такое думать. Как говорят, мысли материализуются, да. Что надо мечтать о чём-то хорошем. И это случится вот. Так как я бы хотела жить. Да, вот моя мечта около моря. Желательно в Турции. Вот. Я, естественно, так вот закрываю глаза. И я так представляю. У тебя квартирка. Пусть даже не твоя съёмная в Турции. И ты так... Пусть до моря там идти немножко пешком. И вот я начинаю мечтать об этом. И что вы думаете? Я не могу. Я через некоторое время... У меня мои мысли переходят совершенно на другое. Я начинаю думать. Я не знаю о чём. Что нестабильность какая-то. Неудовлетворённость какая-то. Страх. Страх. Внутри страх у меня. Перед всем. Перед чем страх? Я понять не могу. Я на себя очень сильно злюсь. У меня злость такая. Ух! Я готова сама себя, мне. Ух! И там иногда думаешь, да, вот так... О, Божечки, помоги, да, там... Успокой меня. Я хотела вас сегодня ещё спросить. Вы верите кто-нибудь из вас вообще в приметы, эзотерику? Я не знаю... В романтию? Потому что я раньше, мне это всё увлекало. Вот, у меня такое, как сказать... Вот, как сказать, у меня жизнь такая. С одной стороны, у меня бабушка, которая маминой стороны воспитывала, которая меня очень верила в Бога. А с другой стороны, у меня другая сторона, бабушка с папиной стороны, баба Мария, потому что я с небес, конечно, все уже давно умерли, к сожалению, но жизнь такая. Так вот, она была наполовину цыганка, и она гадала. Она гадала на картах. К ней, если она меня набрала маленькой на как себе или на лето, к ней постоянно приходили какие-то женщины, которые гадали, привораживали, отвораживали. Я не знаю, как это всё называлось, и у неё постоянно вот это всё происходило, и она лечила от испуга детей, яйцом выкатывала там что-то там, шептала, говорила. Вот я иногда тоже думаю, вы представляете, одна бабушка так, другая вот так, а я вот воспитывалась и там, и там. Да, папа меня не воспитывал, папа была другая, потом вторая жена, он уехал вообще в Россию, из Киргизии. А бабушка меня с папиной стороны, она иногда меня брала, не так часто, но брала, но я это всё прожила, я это знаю. Я даже кое-что научилась, а когда была маленькая, поглядывала или долго сидела, как она раскладывала вот эти все карты, и как она говорила, и какая карта имеет какое значение. Представляете? Ух, Бориса, да-да. Вот так вот. У меня, честно, так же сейчас скажу, с одной стороны вера в Бога, не фанатичная, но вера, а с другой стороны, когда уже доходило у меня до каких-то вот именно вот падений или вот такого вот низа, вот уже всё, я, естественно, верила в приметы. Это я верю в приметы, я верю в приметы. Там, если кто-то мне, например, может сказать, что соль, да, под кровать поставь, я, наверное, поставлю, я ставлю соль под кровать. Или, например, скажут, что вот знак какой-нибудь там надо, и поможет при влечении денег, я, наверное, тоже, я тоже это делаю. Не знаю, это вообще, почему у меня так, почему я такая. Я вам рассказываю действительно то, что у меня есть, какая я есть. У меня, во мне живут какие-то, я не знаю, две противоположности. Хотя, говорят, да, кто верит в Бога, вообще нельзя заниматься вот такими с картами или там именно нумерологией. Это может быть и можно, ну, я имею в виду такими всеми другими. А с другой стороны, кто это вообще сказал, что можно, что нельзя, что можно делать и что нельзя. Почему нельзя, допустим, верить в Бога и, например, верить в приметы и поставить соль или возле порога, да, или повесить вот этот вот значок. Вот, вот, вешают же, например, иконы и кресты. Почему не, вот, мусульмане вешают вот этот вот глаз, да, у каждого, я думаю, свое, и каждый по-своему что-то верит. Почему я имею в виду, что нельзя это делать. Одно что-то можно, другое нельзя. Кто это вообще придумал, да, что я могу делать и что я не могу делать. Что мне можно, что мне нельзя. Это, наверное, то, что у меня такое настроение, вот у меня сегодня такое все бурное. То, что я об этом сейчас говорю. С одной стороны, так у меня охота просто улыбаться, проходить людям и жить. Когда мимо иногда вот я иду, там, вижу, как люди спокойны, идут в кафе, сидят, кушают, кофе пьют. А я вообще к этому как-то не приучена. Если я сидела или раньше в каком-то кафе, или что, я нервно себя чувствовала, неуютно себя чувствовала, мне лучше, о, прийти домой, дома все приготовить и дома сидеть, кофе пить или кушать. Да. Такое у меня сегодня видео, ну, какая есть. Я и так думала, снять, не снять видео, снять, не снять видео. Потом я сейчас сходила в душ. Думаю, ладно, сниму. О, да, да. Представляете, я даже этот знак бесконечности нарисовала. Говорят, это тоже значок помогает. Вот именно, чтобы, чего он помогает. Для меня чему-то хорошему. Знак, знак бесконечности, да. Не знаю. Я вообще, блин, иногда над собой, блин, смешно становится. Но когда в голове у тебя тараканы, блин, не знаю, о чем и как дальше. Ой, да. За вас арбузик. Он хоть не такой супер-пупер, как у нас со Средней Азии. Но есть можно. Сок сладкий у него. Я вчера половинку ела. Можно. Все можно. Главное, что не кислый. А вот мандарин. Он такой вот мощный. Еще рано, конечно, для мандаринов. Но что-то захотелось. Мандаринчик. Вот он, мне кажется, там витамина С. Ой-ой-ой, кислый-кислый. Средний. Не сильно кислый. Он и сладкий. Ой. Само то. Ммм. На шкурку. Не могу. Мне надо только сок. И все. И больше ничего не охота. Сейчас пойду найду себе сериал. Найду мистику. Я вчера нашла один турецкий сериал. Мистический. Было две штафель. Ну, две. Ну, в каждой серии по восемь. Не так по-русски штафель. По восемь серий. Две этих. Ну, вот мы поняли. Вот. Я вчера смотрела мистический сериал. До полу ночи спать вообще не могла. Уснула. На чуть-чуть. Где-то было пол четвертого. Потому что таблетки снотворные тоже пить почему-то не хотела. Не знаю. Сама себе бунтую. Себе. Вот. Поэтому сериал мне понравился. Вообще мистика нравится. Это про полу людей, полу змей. И старик такой. Какой-то миф. Мифологический. С мифологией связанными с этими легендами турецкими. О людях, полу змеях. О смысле жизни. Между прочим. О том, что весь этот цикл, который у нас повторяется. Да? Идет. Что каждый раз идет одно и то же. Идетудей ничему ничего не учит. Люди просто идут дальше. Портят все. Природу из себя. И ничему не учатся. И природа каждый раз повторяет. Дает людям шанс. Чтобы люди учились и научились. И каждый раз люди, грубо говоря, не сдают этот экзамен. На жизнь. И все начинается снова. Вот эти войны, наверное, все-все вот так по кругу все ведет. Ну что, полетел. Привет. Я тоже хочу. Забери меня туда. И в Турцию меня туда. Я со своей Турцией. Ну, я говорю то, что мне есть в голове. То, что мне нравится говорить. Так что, на сегодня я видео закончу. Все, кто будет меня смотреть, кто не досмотрит даже до конца, все равно спасибо. Даже если начнете смотреть это видео. Всем желаю хорошего, хорошего, хорошего. Всего самого лучшего в жизни. Чтобы вы всегда были довольны собой. Чтобы вокруг вас тоже окружало то, что вам приятно. И то, что вам нравится. Так что, кофе за вас. Всем пока. И хорошего в дни, вечера. И вам тоже, если вы вечером смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok